Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава книги Судей или книги Вождей, как я назвал ее в своем переводе, его и почитаем для портала экзегет, завершает книгу. У нас был целый ряд очень неприятных глав. Разброд, шатание, кровавые преступления, междоусобная война, горы убитых. Вот после тех замечательных подвигов, после борьбы за свою свободу, которая описана в основной части книги Вождей, что это такое? Это описание народа, как он есть. Это правдивая история. Почему, если народ хороший, если народ Божий, мы думаем, что он безупречный? Совершенно нет. И вот 20 глава заканчивается на поле боя между вениамитянами и остальными коленами или племенами Израиля. Поле усыпано трупами, их очень много. В общем, непонятно, что с этим будет дальше. И, собственно говоря, осталась небольшая группа вениамитян где-то на скале буквально. Вот они сидят и ждут, когда им можно будет спуститься. А в их родной местности всех вырезали, включая женщин и детей, между прочим. Тоже какой-то кошмар. И что же будет дальше? И должно же быть какое-то продолжение. Продолжение есть, и некоторый даже позитив, но тоже вот в духе тех безобразий, которые описаны были в предшествующих главах. Помните, в Мицпе они собирались в таком местечке для объявления войны вениамитянам. И вот 21-й возвращает нас к этому месту. Еще в Мицпе принесли израильтяне клятву. Проклят всякий, кто выдаст дочь замуж племени Вениаминова. Теперь народ пришел в Бетель, это место, где они собрались уже после победы, и сидел там до вечера пред Богом. Они подняли великий плащ. Для чего же, Господи Божий, Израилев, случилось такое в Израиле, что не стало сегодня в Израиле одного племени? Ничего так, вырезали практически поголовно это племя, а потом заплакали, что стоп, а у нас одного племени больше нет. На другой день утром народ поднялся, сложил там жертвенник и принес жертвы всесожжения и мирные жертвы. То есть к Богу обращаются, поняв, насколько вот эта политика кровавой резни несостоятельна, что ее итог он совсем не радует. Ну, может быть, что-то из вот такое, что-то из божественных рук мы услышим, от него придет к нам какая-то весть. Стали сына Израилева спрашивать, кто из всех племен Израилевых не ходил на собрания Господни? Великая клятва была наложена на всякого, кто не придет к Господу в Мицпо, такой должен умереть. Вот, может, кто-то не клялся и может с вениамитянами дальше сообщаться? Их же небольшое количество осталось, мужчин, воинов. Нам жениться не на ком. Еще сыны Израилева жалели своих братьев вениамитян и говорили, погибло теперь одно из племен Израилевых. Как же нам поступить, чтобы добыть жен для уцелевших, если мы поклялись Господу, не давать им в жены своих дочерей? Они стали спрашивать, нет ли среди племен Израилевых кого-то, кто не ходил к Господу в Мицпо. Ну, соответственно, не клялся, да, и может дать. А ведь на собрание в лагерь никто не приходил из Явеша Галаадского. Когда устроили перекличку народа, оказалось, что из Явеша Галаадского не было там никого. Это городок за Иорданом, на восточном берегу реки Иордана, и, соответственно, вот, ну, кто его знает, почему они дошли? Как-то вот все очень хаотично, все очень анархично там. Собрание отправило в Явеш 12 тысяч человек, могучих мужей с таким приказом. А вот дальше, если кто не помнит этот текст, подумайте, о, отлично, есть у нас город, который не давал клятву. Давайте с ними договоримся, да, с таким приказом. Ступайте, поразите жителей Явеша Галаадского мечом, включая женщин и детей, но только поступите так. Уничтожьте, придав заклятие у всякого мужчину, а из женщин лишь тех, что познали мужа. Ничего себе. То есть истребили город, но не потому, что они не пришли на собрание, а потому, что женщин-то надо, девок-то надо набрать, да. Вот какой-то дикий, абсолютно жуткий народ, да. Среди жителей Явеша Галаадского они нашли 400 юных девственниц, которые не бывали с мужчиной на ложе и привели их в лагерь Шилош, в земле Хананской. Об этом сообщается как о чем-то совершенно обыденном, свободном. Потом собрание отправило послов для переговоров с сынами Вениаминовыми, которые были на горе Риммон, чтобы предложить им мир. Это остатки этого войска вениамитян, которые, собственно говоря, боятся спуститься, потому что их просто уничтожат всех. Тогда вениамитяне вернулись. Им дали в жены оставшихся живых девушек из Явеша Галаадского, опять-таки не спрашивая, как скот отвели. Но их оказалось недостаточно. «Народ жалел вениамитян, ведь Господь сразил одно из племен Израилевых». Вот мне слов не достает, чтобы описать, как эти люди живут, да? Вот это народ Божий на своей самой ранней стадии. Вот это тот человеческий материал, из которого этот народ Божий еще должен сформироваться. «Народ жалел вениамитян, ведь Господь сразил одно из племен Израилевых». Говорили старейшины собрания, как же нам поступить, чтобы добыть жен для уцелевших? «Ведь у вениамитян не осталось женщин». И добавляли, «Пусть останется за вениамином его наследственный удел, да не погибнет одно из племен Израилевых». То есть все-таки представление о том, что Божественный замысел включает и это племя, племя Вениамина, несмотря на то, как повели себя отдельные люди в отдельном городе Вениамина, и все за это были убиты, Божественный замысел нельзя нарушать. Хотя бы эта мысль у них есть. Вот что-то их должно вытаскивать из дикости, из того страшного кровавого воровства, в котором они сами по себе пребывают. Но сами мы не можем дать им жен, ведь мы наложили проклятие на всякого, кто выдаст дочь замуж, племя Вениаминова. Но им подсказали. Из года в год в Шило, еще один населенный пункт, где тоже одно время была Скиния, жертвенник, Из года в год в Шило бывает празднество Господа. Это к северу от Бетеля, к востоку от дороги, ведущие из Бетеля, в Шихем и к югу от Ливона. Ну, то есть тогда, очевидно, все знали. И они повелели сынам Вениамина, ступайте, устроите засаду в виноградниках у Шило. Когда увидите, что местные девушки вышли на свои пляски, то выбегайте из виноградников, хватайте себе каждую жену из тамошних девушек и возвращайте в землю Вениаминову. А когда придут к вам жаловаться их отцы или братья, мы уговорим их смилостивиться. Мы скажем, женщин, которых мы взяли на войне для Вениаминова племени, не хватило. А на вас нет никакой вины, вы же не выдавали своих дочерей туда замуж. Ну вот, дали поспешную клятву. Обойти клятву нельзя, а вот насильственно хватать девиц можно вполне. Так и поступили сыны Вениаминовы, добыли себе жен, сколько им не доставало, похватав пляшущих девушек и вернулись в свой удел. Они отстроили и заново заселили свои города. А сыны Израилева разошлись в ту пору по своим племенам и родам. Каждый пошел в свое дело. И вот дальше идет итог этой последней части книги «Судей» или книги «Вождей». Итог, из которого, собственно, мы понимаем, в чем проблема. Ну, в чем проблема мы видели многократно, но что могло бы предотвратить эту проблему. Не было в те дни царя в Израиле. Каждый делал, что считал правильным. Понятно, что это не про монархию или республику. Республики тут тоже нет какого-то централизованного государства. Есть просто люди, которые каждый делает, что считает правильным. Очень часто мы уверены, что мы-то знаем, как надо. Но вот пример того, как живут люди, как живет народ, в котором каждый делает так, как считает правильным. На этом заканчивается книга «Вождей» или книга «Судей», ее традиционное название. А следующие книги, книги «Царств», они будут говорить о том, как возникает царство в Израиле. И о том, как вот эти представления о правильном начинают все-таки хоть немножко приходить к некоторому стандарту. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...